И снова здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Мехвод. Сегодня мы с вами пойдем в ацелон Джили. Здесь появилась новиночка, даже две новиночки. Один кроссовер мы рассмотрим завтра, а хорошо известный Джили Тугела, который сняли с производства буквально месяц назад, мы рассмотрим сегодня. Почему сегодня будем рассматривать автомобиль, который месяц назад был снят с производства, а все просто. Машину переименовали, упростили и удешевили. Что из себя представляет современная Джили Тугела? Пойдемте смотреть. Нью Стар, новиночка на российском рынке. Значит что? Нью Стар это получается марка, а модель 001. И вот этот красавчик позади меня. Смотрите. Вот что заменило Джили Тугелу на российском рынке. 001. Нью Стар 001. И основные изменения, какие мы здесь видим? Это конечно же изменился передний бампер, поменялась решетка радиатора, теперь она выглядит, смотрится по-другому. И на мой взгляд, такой дизайн проигрывает Джили Тугелу. Ну не совсем она сюда вписывается, многие со мной согласятся. Некрасиво она в общем смотрится. Бампер, ладно, пустил какие-то у нас тут продольные усики. Скорее всего там ходовые огни, либо вообще продувка тормозных дисков. Ходовые огни расположены в верхней части. Оптика светодиодная. По функционалу вижу датчики парковки, систему удержания в полосе движения. Адаптивный круиз-контроль. Колеса 19 и сзади. Посмотрим, как выглядит 001. Вот так вот, друзья. Четыре трубы, спортивный, агрессивный дизайн, купе-образный кузов. Ну все то же самое, да? Только немножко изменился вид переднего бампера, заднего бампера поменялось название. Теперь это модель 001. Тот же самый в общем Джили Тугелу. И двигатель, да, стоит отметить, что немножко урезались. Раньше он выдавал 238, но были Тугелы, которые выдавали 200 лошадей. Так вот, здесь тоже 200 лошадей. В принципе, это тот же самый мотор. 2.0, 238 лошадей. Просто урезан до 200. Меньше выдает, потому как электроникой он задушен. А работает в паре все с тем же автоматом восьмиступенчатым, который вы так, друзья, любите. Заглянем под капот. Вот оно, подкапотное пространство. Все закрыто, везде кругом пластик. Здесь вспененный материал. И, кстати, у меня есть на канале отзыв реального клиента Джили Тугела. Он рассказал про все болячки этого автомобиля. Если хотите посмотреть, то перейдите на канал, либо я скину ссылочку на ранее мной выложенный ролик, где все рассказано, вся правда про Джили Тугела. Вот так. Я обошел несколько раз вокруг автомобиля. Уже вижу некротые нюансы. Косички, так скажем, которые нужно исправлять. Что? Про что я? Все очень просто. Если посмотрим на этот черный глянцевый пластик. Вот так. Видите, да? Здесь уже видны такие потертости. Они остаются от всего. Если мы это будем царапать веточками, либо чем-то другим, это все будет видно, и это будет не убрать. И вот этот вот черный глянец нужно делать какой-то антихром. Либо затягивать в пленку. Обязательно, друзья. Потому как... Нет. Некрасиво. Некрасиво. По подкрылкам. Передние подкрылки пластиковые. Дешево. Сразу скажу. По днищу пройдемся, посмотрим. Такая возможность присутствует. И сразу же смотрите, как там что устроено. Видим, какой антикор, какой глушитель. Конечно же, на автовозе я позже рассмотрю этот автомобиль. Более детально, более капитально. Там все вам покажу, расскажу каждую детальку. А пока мы так поверхностно пролетелись, посмотрели, да, какие щиты стоят. Есть ли они там вообще. Какая выхлопная система, какая тормозная система, какие трубки топливной системы. А дорожность с процвета напишу в описании. И, конечно же, посмотрим подкрылки на задней оси. Здесь у нас уже в отличие от передних подкрылок поставили фетр. Ну а фетр обладает лучшей шумоизоляцией, нежели тот же самый пластик. Багажное отделение, конечно же, заглянем. Есть набор автомобилистов. Смотрим, от какой компании. Компания Джилли. Сидушки вкладываются. Розетка на 12 вольт присутствует. Есть ключевые пакеты. Слева, справа. Есть органайзеры различные под низшей аптечки. Тут, по всей видимости, можем расположить огнетушитель. Под фальшполом. Запасное колесо. В центральной части, как я люблю говорить, сам булкер. Здесь спененный материал и набор инструментов. Сколько литров? Напишу под видео. Там все будет, друзья. Вся техническая информация всегда под видеороликом располагается. Двери все так же, как и на Тугеле. Закрывают линию порога. Из минусов здесь стоит отметить то, что вот эта вот резиновая часть прижимается к ВКП кузову автомобиля. Попавший песок, пыль, грязь. При движении будет натираться и появится линия. В дальнейшем может быть такая вот неприятная ржавая полоска. Музыка бассе. Довольно-таки хорошая. Отделка дверных карт комбинированная. Здесь у нас эко-кожа. Строчка красная-белая. Верхняя часть отделана с пененным винилом. На втором ряду три подголовника. Все они регулируются по высоте. Крыша черная, панорама электролюб присутствует. Теплые опции, скорее всего, здесь есть. Вот они, кнопочки включения теплых опций. Спинки отделаны пластиком. Есть кармашки. Подушки безопасности на средних, на задних стойках присутствуют. В общем, машина безопасная. Боковые зеркала. Датчики мониторинга слепых зон сзади. Круговый обзор 360 градусов. Есть система удержания полоси движения. Есть адаптивный круиз-контроль. Опять же просила в глаза. Решетка радиатора не совсем она мне нравится. Ну вот не зашла мне решетка радиатора. Не вижу я в ней какой-то перспективы. Вид весь, короче, потерялся. Оптика светодиодная. И выглядит довольно-таки симпатично. Кресло переднего пассажира регулируется за счет электроприводов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть направлений. Боковая поддержка ярко выраженная. Алькантара. Также использована в отделке. Здесь у нас все покрыто алькантарой. Ручка держится. Беспроводная зарядка для телефонов. Тайп-си разъем. Есть бардачок с микролифтом. Формат А4. Листа влезает свободно. Здесь же у нас указана цена. 3,395. О, ужас, друзья. А вот цена автомобиля. 4,125. Нашел. Короче, я с вами. Сейчас мы с вами нашли прайс на машину. Какие технические характеристики. Да, написано все. Колеса на 19 установлены. Двигатель. Мощность 200 лошадиных сил. Значит, здесь что получается? Двигатель урезали. Вот тот же самый, что выдает 238-ка был. Только его урезали до 200 лошадиных сил. И восьмиступенчатый автомат i7. Круто. Спинненный материал. Также использован в отделке дверной карты передних дверей. Вот здесь вот. Здесь и кокожа. Красная и белая строчка. В принципе, все то же самое, как и в Джилле Тугелле. Только вот упростили передний бампер, упростили задний бампер. А начинка осталась вся та же самая. Но несмотря на то, что здесь мотор, он его выдает 200 лошадей, его можно перепрошить. И он будет выдавать 238. Память настроек водительского кресла в двух позициях. Здесь мы можем открывать крышку багажника с кнопочкой. Видите, нажали, как удобно. Багажник открылся. Кресло водителя регулируется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь направлений. Плюс мы можем еще регулировать поясничный подпор. Теплые опции, конечно же, разумеется, в этом автомобиле присутствуют. Все греются. Переднее сидение греется, заднее сидение греется. Боковые зеркала греются. Руль греется лоб. Есть даже проекция на лобовое стекло. Цифровая приборная панель. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. И по вылету. Здесь у нас не посмотрим. Ключей нет. Но обязательно позже прокатимся на тест-драйве на этой машине. Возьмем, проедемся, посмотрим, как ведет все-таки автомобиль себя на дороге. В козырьках заглянем. Свет есть, зеркала есть. Пульт управления панорамной крышей. Также видим кнопку соц. регланас в центральной части. Зеркало с функцией автоматического затемнения. Наверняка, точно не знаю. И здесь тоже есть зеркало с подсветкой. И салон черный. Черный салон, кстати, мне нравится больше, чем белый. Он не такой пачковитый. И здесь мы можем регулировать сидушку переднего пассажира. Ниша подлокотника, к сожалению, без охлаждения. Шайбы выбросили езды. Электромеханический ручник. Система автохолд. Селектра КПП. Еще раз повторюсь. Коробка восьмиступенчатая автоматическая. Автопривод полный, двигатель 2.0, 200 лошадиных сил. Скажите, пожалуйста, сколько стоит Нью-Стар 001 за наличку? 400. 400 я сегодня уеду. Это минимальная цена или максимальная? Это минимальная. Минимальная. А максимальная цена? Это комплектация. А максим? Это хорошая комплектация. Да. Довольно-таки богатая. Есть еще больше экспорт. Там вообще крутая машина будет. Тут тоже есть черные элементы. Черный глянется. На мой взгляд, он не совсем имеет место быть, так как можно царапать его, пачкается быстро. Нужно за ним ухаживать. Лучше бы поставили матовый. Вот эта декоративная отделка матового, черного цвета. Было бы намного лучше. Правильно? Согласитесь с вами? Нет. Гарантии еще скажите тогда, если не соглашаетесь, на Нью-Стар. Гарантии 5 лет, мы поставим 5 лет. И какой-то новый кроссовер появится в продаже уже в ближайшее время. Чего-то побольше Джили Куал Рей. Что за модель? Сити Рей. Сити Рей когда? Уже. Завтра, сегодня? Сегодня. Все, Сити Рей сегодня будет на витрине, а вы его увидите чуть-чуть попозже. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. До новых встреч.